Преждевременные роды – одна из значимых проблем в охране здоровья материнства и детства. Количество малышей, которые появляются на свет раньше срока, растет, но медицина тоже не стоит на месте. Сейчас врачи способны выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела. О младенцах, которые спешат жить, и о людях, которые помогают им – наш следующий сюжет. В этом гювете девочка, которая родилась на 27-й неделе. Ее вес чуть больше 800 граммов. Малышка прошла первый этап реанимации. Сейчас на втором уже может дышать без аппарата ИВЛ. А этого мальчика врачи только что привезли с операционной. Малыш тоже появился на свет раньше времени. Но для того, чтобы спасти его, потребовалось вмешательство нейрохирургов. Сейчас вес маленького пациента – почти один килограмм. В отделении интенсивной терапии он пробудет до тех пор, пока не окрепнет. В настоящий момент лежит у нас четверо маленьких таких малышей. Они меньше килограмма все. Но больше, чем 500 грамм. За год прошло у нас до настоящего времени 35 детей таких. Они родились в нашем роддоме. И некоторые были привезены из других перинатальных центров Московской области. В маленьких инкубаторах температура 36,7, а влажность 85%. В этих условиях ребенок чувствует себя, как в утробе матери. А вместо пуповины в руке вязаные осьминожки. Уже много лет такие сувениры для малышей создают жительницы городского округа Люберцы. В честь дня недоношенного ребенка они привезли очередную партию вязаных изделий. Мы вяжем носочки, шапочки, пледики. Поколение рожденных детей, новых, да. Это наше будущее. И поэтому для меня это гордость. Передать лично своими руками вязаные вещи. Инициаторы проекта «Я свяжу тебе жизнь» Люберецкое отделение Союза женщин России, фабрика «Пихорка» и представители движения «28 петель». Помощь в создании изделий для недоношенных малышей оказывает члены клуба «Активное долголетие». Аксессуары, связанные с заботливыми женскими руками, не только создают уютную домашнюю обстановку, но и помогают детям быстрее выздоравливать.